всем привет вы на моем канале с вами дмитрий михайлов выехали мы на очередной объект сейчас и введем подготовительные работы выход на кровлю обязательно ливневую систему защищаем для того чтобы ее не поломать то что может быть а я и беда потом после сдачи объекта заказчик скажет парни вы что не натворили так делать нельзя теперь вернемся нашим дымоходом перед вами профилем обшит кирпичная кладка там выходит несколько каналов под вентиляцию один канал оставили под дымоход вот такая картинка у нас сейчас что мы будем делать будем загильзовывать трубу нержавейку 130 коррозийно устойчивую толщина металла 06 и выведем утепленную трубу вверх за общий грибок ни в коем случае для тех кто еще не определился не хочет считать строительные нормы напоминаю обязательно выводите трубу где будут выходить газы дымоходом за общий грибок уйдете от многих проблем дальнейшем что не дай бог когда у вас газа пойдут помещение через вентиляцию чего хорошего вы не получите очень опасно для вашей жизни и помимо этого еще конденсат он портит профиль это тоже очень красиво со временем поэтому из практики скажу так рано или поздно вы все равно выйти на общий грибок этому красоту то что несколько некоторые заказчиками бывает такое дима сделай только красиво и надо мне выводить за общий грибок проходит время год-полтора-два полгода все равно меняя переделывая и очередной раз заказчик платит еще за работу сейчас вам покажу какая труба будет использоваться вот это кислотоустойчивая нержавейка коррозийно устойчиво скорее всего ее можно назвать коррозийно устойчиво нержавейка толщина металла 06 и полметра у нас будет в конце стоять сцепленной трубы и насадка вверх никаких грибков здесь стоять не будет еще по ходу движения когда мы начали когда после того как я первый раз выехал на этот объект у нас планировалось дымоход планировался для атмосферного котла ну потом все поменялось сильно не хватает объема что было сделано заказчик позвонил говорит будем ставить закрытой камерой котел давай загонять 80 диаметр при этом вот эта труба она уже была все сделано окей почему мы не оставим 130 диаметр дымоход зачем нам переходить на 80 если уже все сделано на что он не ответил дмитрий мне сказали что переход сделать нельзя со 120 на 80 что такого перехода нет смотрите что за фокус это переход 130 на 80 напоминаю я своих клиентов никогда не бросаю все вопросы я решаю неважно какие конструктивные все что касается дымоходов еще раз напоминаю все вопросы я закрываю у вас никакой головной боли нету определился со мной работать только мы закрывал объекты тут может это подтвердить в отзывах никаких проблем вы увидите что я никогда заказчиков своих не оставляю наедине с проблемами какие-то возникают вопросы там бывает поменять конструктивно надо подключить еще один домохот все решаем поэтому не верьте то что говорят продавцы это металла можно делать практически все что угодно варить клепать отрезать и тройничок до 9 страничок один тройничок вот такой будет для подключения стоять еще один тройничок лежит я учусь не увижу не увижу но он где то есть все хаун заглушка он заглушка вдалеке стоит да там еще один тройник со сборником конденсата с боковым пошлите покажу вам что у нас теперь внутри того чтобы вы понимали какой фронт работы передо мной будет стоять котельная небольшая штукатурили влага адресе вот этот канал вентиляцию этот канал идет у нас открытого чистка прочистку оставили внизу да будет входить домохот под выход газа а внизу я пущу прочистку и немножко расшравлю пару кирпичей наверно пол кирпича вверх поднимусь на 120 миллиметров для того чтобы поставить до тройники сборник конденсата котел будет висеть вот в этом месте и выход газа будет шахту а забор воздуха будет брать из соседнего из улицы из улицы если получится покажу как это делается но это наверное уже когда подключение будет не сейчас два варианта исполнения либо вы трубу поставите как большинство продавцов рекомендует вниз для того чтобы конденсат капал на улицу да он будет капать и на фасад том числе и это очень неудобно либо поднять вот так и отправить весь конденсат в котел вернее не в котел а в сборник конденсата проходной на одном из моих видео вы можете посмотреть проходной сборник конденсата а когда конденсат который капает он стекает вниз и уходит в канализацию в европе именно собирают таким образом через сборники конденсата проходные они на улицу это у нас уже странах снг адаптировали эти котлы с уклоном на улицу нет это неправильно если возьмете бренды некоторые кто выпускает кассиальные трубы они их наклоняют сторону конденсата и конденсат отправляет весь канализацию это немножко шоу тема потому что можно разговаривать очень много все я приступаю к работе и надеюсь что сегодня погода нам позволит покажу вам результат к вечеру сейчас мы набрались до кровли высота у нее не маленькая нижней точке идет два с половиной метров здесь вот в этой точке около двух метров из пол метра где-то перепад идет поэтому добраться сюда добрались специальное оборудование ставить для того чтобы добраться наверх такая кирпичная кладка у нас задача здесь повесить общий грибок для безопасности клиентов для его семьи чтобы ни в коем случае газа которые будут выходить через дымоход который мы смонтируем не засосала вентиляцию и не пошло у нас в помещении ни в коем случае нельзя выводить дымоход до грибка обязательно надо его прорезать и выводить на 25-30 сантиметров если у вас получается больше потому что на многих объектах я смотрю и на моих том числе 35-40 сантиметров в такие моменты уже согласовывайте заказчиком если вы или 25-30 все будет окей никаких проблем не будет и даже согласовывать ни с кем не надо этот минимум который должен стоять и самый лучший вариант для вентиляционных каналов объясню почему два здесь два здесь а центр у нас посередине между кирпичными кладками когда вы разносите шахту по центру по центру шахта у вас отлив пошел от кольца уплотнения влево вправо и дождь будет стекать а здесь только большое количество герметика поможет нам сделать герметичное именно вот это вот привыкание а потом закроем кольцом уплотнение никуда от этого не деться она должна стоять наш кольцо уплотнение перу через защищает ультрафиолет закончим и монтаж дымоходов для газового котла бошгаз 7000 в напомню у него закрытая камера сгорания поэтому у него идет отсос воздуха либо из шахты либо из улицы данном случае у нас будет из улицы выходить объясню почему и по 70 диаметра труба уходит для выхода газа изначально я еще раз напомню заказчик договорились 130 диаметре но потом по всей видимости что-то поменялось поменялось следующее объем этой котельной меньше семи с половиной кубических метров и атмосферник поставить сюда нельзя поэтому трубу оставили ту же поставили переход 130 на 80 и дальше вся классическая 80 к пойдет для подключения в котел сверху закрыли экраном отверстия поставите кирпич немножко заделается и монтажное отверстие закроется экраном и снизу стоит классический классическая прочистка для чего нужно объясняю во первых для того чтобы при проверке дымохода вам было удобно обслуживать его показывать все открыли дальше видно небо видно можно спасать если надо спасать какую-то птичку и спите спокойно вы видите что у вас дымоход чисто прочистка обязательно должна стоять без нее никак не важно где она стоит в данном варианте почему поставили внизу потому что здесь уже а у нас подключение примерно будет штаба была внизу сделано под нее мы сделали штрабу дополнительно 140 миллиметров добавили вверх и вниз то есть по полу кирпича убрали и поставили прочистку и вверху тоже делали отверстие 400 на 140 благодаря чему мы смогли поставить туда тройник здесь два варианта если вы заходите вас прочистки такой вот нету когда тройник ставится ниже и прочистка проходит здесь но снова согласовывайте расстояние потому что не всегда удобно меня просят там полу метра отступить вниз прочистку поставить это на уровне класс когда это удобно но снова вы должны понимать что у вас еще будет котел висеть поэтому каждому объекту своей комплектации такого чтобы было все одинаково вот этот классическая сборка для газового котла если возьмете все каталоги практически большинство из каталогов указать именно вот такую сборку и внизу еще у нас будет стоять забывать сборник конденсата и конденсат мы отправим или же сантехник отправит в канализацию весь домохонд стоит на вот этом кирпиче благодаря чему нагрузка все идет на нижний сегмент никаких провисаний нет теперь я пойду наверх покажу вам по улице как делать по строительным нормам чтобы дом сдать эксплуатацию теперь мы находимся на крыше вот такой кусок работы мы проделали прорезали общий грибок и вывели за верхнюю часть грибка на 25-30 сантиметров даже в нашем случае 35 сантиметров получилось за счет насадки верхней обязательно кольцо уплотнения поставили одним герметик красного цвета напоминаю что это утепленная труба стоит полуметровая вставка 130 на 180 для чего ее поставил объясняю во первых по норму холодных участков не должно быть и во вторых для уменьшения количества конденсата конденсата всегда есть одно дело куда-то отправить а второе дело как-то побороться за то чтобы уменьшить его количество поставив утепленную трубу количество конденсата уменьшается сдав этот дымоход я уверен том что люди будут в безопасности и потому что обратной тяги здесь не будет и выход газов направляется весь вверх которые будут они будут отправляться в канализацию а все газы которые будут выходить будут выходить в атмосферу и тяга будет при этом ровно то что у грибков они отбивают и салактита который образовывается нарастает и потом обледенение происходит на этом грибке все буду на этом заканчиваю с вами был дмитрий михайлов коммен 2 заказ у меня монтаж дымохода всем хорошего настроения надо еще успеть слезть потому что поднялся ветер и начал идти дождь а у нас еще напоминаю очень очень высоко все наша машина стоит рабочие пока